Впервые эти бомбы были применены в 1943 году военно-воздушными силами Великобритании во время ночной бомбардировки крупной плотины в Германии. Внимание, вопрос. Для чего во время этой операции на бомбардировщиках устанавливали два прожектора, один из которых светил вертикально, а второй под углом к вертикали? Вертикально и под углом вертикально. Ну уж понимать, что нацеливались, да? А как нацеливались? Вертикально вниз, да, скорее всего вниз, наверное. Вниз, чтобы там была вода. Знаете, наверное, под углом к вертикали? Нет, не кишку, где он сейчас находится, куда бомбардировка упадет. Угол такой, что они примерно знают, что она пролит. А угол там очень... Там угол должен быть 3 градуса. Он выбрал 3 градуса угол, поэтому он должен будет издалека увидеть эту плотину и высоту. Соотношение. То есть он выбирает высоту, да? Вертикально под ним должна быть вода. Если вода, и он видит плотину, то это точка сброса. То это точка сброса, да? Если он там 3 градуса. Если нет воды внизу, нельзя бросать. Если не видит плотину, нельзя бросать. Нельзя бросать. То есть у него просто он так прицеливает. Да, это как он прицеливает. Похоже. Что еще науке? Нет, ну я понимаю. Вот такой треугольник. Она не скакала. Нет, точка сброса, не скакала, не скакала, не промазала. От полу 3 градусов там это должно быть. Ну похоже. А что там вообще может быть? Похоже. Мне кажется, это точка вторая, куда она упадет. Нет, это прицеливает. Это угол. Итак. Точка прицеливает. Кто прилетит. Кто отвечает? Господин Гозлов. Кстати, у вас есть помощь клуба, если вам нужна. Да, пока не нужна, я думаю. Владимир Молчанов. Это был феобразный прицел. Значит, должны были соблюдены быть следующие условия. Прожектор, который светит вертикально... А вы нарисуйте. Давайте попробуем. Попробуйте. Значит, да, я плохо рисую, но... Давайте, вот самолет. Вот плотина. Самолет. Вот самолет. Так, так. Значит, прожектор светит вертикально вниз. Да, а второй под углом к вертикали. А второй примерно вот так. Если здесь внизу нет воды, значит, точка сброса не найдена. Он должен либо идти на следующий заход, либо ждать. Если внизу вода, значит, соответственно, бомба попадет в воду и поскачет. Как только летчик видит в луче прожектора, который светит вперед под углом неким, плотину, достигается та самая точка сброса, от которой бомба гарантированно долетит, допрыгает. Нет, ее сбрасывают за 400 метров. Эти 400 метров она и должна проскакать. Он должен сбросить в тот момент, когда совмещается вот здесь вода и здесь... Так, покажите, не надо мне Козлову показывать. Покажите, что рисует молчанок. Господин Козлов, успокойтесь. Я молчу. Итак. 400 метров фиксируем. Значит, бомба должна пролететь 400 метров. Он это знает. Соответственно, вот в этом треугольнике это расстояние он знает, этот угол он знает, дальше... Уж не помню, там по теореме синусов или косинусов забылся. Откуда он этот угол знает? Который? 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 Да. Этот угол, соответственно, настроен загодя. Он должен таким образом выбрать высоту, и, соответственно, от этой высоты и вот эта дальность получится. Чтобы бомба взорвалась ровно по... Как от высоты зависит дальность? Я никак не могу понять. Дальность 400 метров. Господин Козлов, выйдите, пожалуйста, из от стола до конца этой минуты. Ну что это такое? Вы говорите, отвечает Молчанов, и сами отвечаете. Владимир, еще раз. Итак, для чего во время этой операции устанавливали два прожектора? Первый прожектор, который светит вертикально вниз. Должен был помочь пилоту определить, что под ним находится река, а не что-то... Понятно. А второй под углом в вертикали, как я говорил? Второй под углом в вертикали, вот так вот направленный вниз. Должен был дать пилоту возможность, как только в этом луче прожектора появляется основание плотины, значит, вот из этого треугольника достигается необходимое расстояние до плотины, соответственно, брошенная здесь бомба гарантированно взорвется у плотины. Ваш ответ понятен. Господин Козлов, вы можете вернуться за стол. Ну, Владимир, вы знаете, я должен вас сходу разочаровать, потому что то, что вы нарисовали, это под углом не к вертикали называется, а к горизонтали. Секундочку. К вертикали, вот у вас луч, который светит вертикально. Вот угол к вертикали, какая разница. А второй под углом к вертикали. Ну вот она, вертикаль, вот под углом находится этот, вот этот угол. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Чтобы бомба разорвалась точно под плотиной, нужен был строгий расчет. И, конечно, если бы вы хотя бы сказали то, о чем господин Козлов пытался вам подсказать, ну, слушайте дальше. Сбрасывать ее нужно было, как я сказал, за 400 метров и на определенной высоте. В условиях ночной видимости до прескудных технических средствах того времени точную высоту летчик определить не мог. Тогда и решили на бомбардировщиках установить два прожектора под определенным углом. Посмотрите на экран. Вот под каким углом. Под этим углом на нужной высоте, на нужной высоте отводной поверхности, лучи их сходятся в одну точку. Вот он опускается, когда лучи, они сначала светят по отдельности. А потом, когда опускаются до нужной высоты, летчик держал эту высоту и за 400 метров сбрасывал бомбы. Господин, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, наша игра все-таки не на знание, а на логику. Абсолютно. Слово высота даже господин Молчанов не сказал. Извините, Андрей. А что нарисовано у него на... Ну, высота в конечном итоге, конечно, нарисована. Нет-нет, у него вот нарисована высота, на которой нужно спуститься, господин ведущий. Обратите, пожалуйста, внимание. И что? Вы задавая вопрос... И что, для чего во время этой операции... На этот вопрос господин Молчанов ответил мне для того, чтобы один прожектор светил на воду, а второй светил на плантину. Не так ли? Если задать вот этот угол только в эту сторону, будет тот же самый эффект. Когда будет видна вода и будет видна плотина, будет нужная высота. Это одно и то же. Угол задан заранее, господин ведущий. Ну, я вам... Это простая... Ну, это правда. Здесь, что это для прицеливания, это догадаться. То есть для того, чтобы предупредить всех у плотины, что мы подлетаем. А это все равно 400 метров, этот луч и этот луч, все равно видны, господин ведущий. Это ничего принципиально не изменит. Как раз расстояние 400 метров, эта высота все позволяет и так видеть. Эта безопасность не изменит. 5-1. Господин Вячеславович, это не... 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 Знатоки предложили другое решение и той же самой задачи. Итак, господин Поповский, дело в том, что... Дело в том, что в ответе вообще не было сказано о высоте. Было сказано, что на прямой вопрос мой, для чего нужны два прожектора, Владимир сказал, что один, чтобы освещать плотину, а второй, чтобы освещать воду. Это неправильно, чтобы господин Козлов не говорил про высоты. И господина Козлова, это сайте, и... Извините, господин Поповский, вы у нас новичок. Когда отвечает один человек, второй не может ему подсказывать. Господин Борщевский, что-то вы хотели сказать? Я не новичок. Так вот... Ну да, у вас небольшой стаж есть. Да, так вот. Ваш вопрос звучал, для чего это было нужно? Да, слова высота не было. Если коротко... Не высота, а ответ прицеливания. Это пункт первый. Пункт второй. Ребята правильно вычислили логику вопроса. Они считали, допустим, если придираться к словам, они считали, что вот первый прожектор освещает воду, второй плотину. При определенном совпадении точек надо бросать. В правильном ответе два прожектора освещают воду. Принцип бомбометания по показаниям прожекторов они тоже угадали. И наконец третье. Значит, да, второе решение той же задачи, как мне правильно подсказывают. И наконец третье. Нельзя добиваться от ребят сейчас правильного ответа. Так, кстати, говоря, слово высота звучало многократно в ответе Молчанова. В ответе Козлова. В ответе Молчанова. Козлов говорил про угол. Козлов все время подсказывал угол, угол, угол. А Молчанов говорил, первый прожектор для высоты, а второй, чтобы вот с этой высоты правильно бросить на правильном расстоянии. Я вас понял, господин Борчевский, но действительно... Да. Вы не правы. Да. Вы не правы. Уважаемые телезрители, вы знаете, господин Борчевский, мне кажется, мне кажется, что это не та команда, которая на вопрос с правильным ответом высота и что лучи должны сойтись в одну точку. Отвечают без слова высота и чтобы освещать плотину, это не та команда, чтобы такой ответ. Освещать плотину, сказал Молчанов, все. Нет, правильное расстояние до плотины. Не освещать плотину. Было сказано. Господа, московское время 23 часа 40 минут и пришло время чайной паузы. Традиционный чай клуба что, где, когда, английский чай Ахмак. У меня не получается. Я не знаю. 24 часа. Нет, нет, нет. Ты понимаешь, что если он такой угол, Людчик все равно всегда видит пересекающееся пятно. Оно всегда совпадает. Счет 5-1 в пользу телезрителей и мы начинаем, возможно, последний, седьмой раунд. Уважаемые телезрители, заходите на сайт forexclub.ru и герой.